функция сцепить скажем у нас есть задача нужно объединить данные двух столбцов нам нужно количество соединиться измерений объединить и вывести в одну ячейку для этого используется есть два способа первый это использовать функцию сцепить также можно с помощью форму начнем с функции сцепить нужную ячейку устанавливаем курсор нажимаем знак равенства что мы собираемся вводить форму из клавиатуры набираем команду сцепить вот выходит подсказка название на название функции два раза шелкнуть если вам удобно работать с клавиатурой можно вот все параметры этого этой функции написано что нужно вводить можно это вводить с клавиатурой но для удобства работы с функцией лучше зайти выход x и у нас открывается диалоговое окно поэтому мне легче вводить свои данные текст 1 это первый текст который мы хотим включить нашу ячейку значит 216 шелкаем второй текст это у нас килограмм но если мы вот таким образом напишем как вы видите вот есть в нижней части результат этой функции 216 килограмм они у нас написано то есть данные двух ячеек слитно написано нужно между ними пробел для этого мы должны вот где текст 2 не вставить сразу второй текст а просто напечатать пробел чтобы был пробел у нас курсор на один пробел подвину теперь переставляем курсор в текст 3 и сюда вводим ссылку где у нас указано килограмм и теперь вот смотрим на результат 216 килограмм то есть более-менее читабельно с одним пробелом окей нажимаем и вот результат нашей функции сцепить просто можно протянуть эту функцию и мы получаем результат 196 литров давайте перейдем теперь во второй способ способ 2 это у нас формула устанавливаем курсор в нужной ячейке сначала печатаем знак равенства нам нужно объединить данные вот этих двух ячеек то есть двух столбцов е и f сначала шелкаем на первую ячейку 216 ссылка у нас установилась для того чтобы объединять данные то есть текстовые данные в одну ячейку в excel и используется знак амберсант чтобы получить этот знак амберсант у вас должна быть английская распадка клавиатурой и можно нажав на shift 7 получаете вот этот знак амберсант теперь между этими данными двух ячеек мы сказали добавляем пробел пробел это тоже у нас считается символом все символы или текстовые данные в excel в формуле всегда принято взять в кавычку значит кавычку открываем пробел ставим кавычку закрываем теперь для того чтобы объединить опять же ставим знак амберсант то есть это знак объединение текстовых данных и ссылаемся на третью ячейку и того мой что получаем значение первой ячейки дальше амберсант пробел также амберсант и значение второй ячейки и того у нас вот три значения объединены между собой со знаком амберсанта нажимаем enter мы точно так же как с помощью функции получили 200 шахтага также получили результат с помощью формулы эти два способа всегда используется если какой из них вам удобный можете пользоваться то есть всегда результат протягиваем вот получаем один в один